Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубий-Эрбулатов. На этой неделе делегация депутатов Народного собрания Республики Дагестан во главе со спикером парламента Хизреших Саидова побывала с официальным визитом в городе Ставрополь. В программе ее пребывания было подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве с Думой Ставропольского края, участие в работе конференции Северокавказской парламентской ассоциации и празднование 25-летия Думы. В состав делегации вошли заместитель председателя парламента Камил Давдеев, заместитель председателя комитета по бюджету, финансовым и налогам Биарслан Изиев, заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Анна Безрукова, депутат Ферзеллах Исламов. До начала конференции СКПА прошла встреча председателя Думы Ставропольского края Геннадия Ягубова с руководителями парламентских делегаций. Председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизриших Саидов поздравил спикера Ставропольской Думы и в его лице весь депутатский корпус с юбилеем. Пожелал коллегам успешной и плодотворной работы. Затем на заседании Совета Северокавказской парламентской ассоциации Геннадий Ягубов и Хизриших Саидов подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве между законодательными органами Ставрополя и Дагестана. Спикер Дагестанского парламента особо подчеркнул, что Ставропольский край и Республику Дагестан связывает многолетняя дружба, основанная на братских добрососедских отношениях. Председатель Народного собрания вручил благодарственные письма председателю Комитета Думы Ставропольского края Юрию Гонтарю, министру сельского хозяйства региона Владимиру Ситникову, министру физической культуры и спорта края Роману Маркову и представителю Дагестана в Ставропольском крае Абдуле Амарову. Здесь же была утверждена повестка 10-й конференции Северокавказской парламентской ассоциации. Тагестанские депутаты приняли участие в заседаниях Комитета в СКПА. После этого состоялось заседание 10-й конференции Северокавказской парламентской ассоциации, где представители парламентских делегаций, субъектов СКФО выступили с волнующими их вопросами. Прошло активное обсуждение законодательных инициатив и обращений к федеральным органам власти. Тема законопроектов – противодействие экстремизму, основы приграничного сотрудничества, социальная помощь, изменения в закон о СМИ. Камил Давдиев выступил по проектам федеральных законов о внесении изменений в статью 20 федерального закона о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, о внесении изменений в статью 4 закона Российской Федерации о средствах массовой информации и о внесении изменений в статью 1 федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Анна Безрукова доложила по проекту федерального закона о внесении изменений в статьи 18 и 28 федерального закона об образовании в Российской Федерации. Законодательные инициативы Народного собрания Республики Дагестан были единогласно поддержаны коллегами из других регионов. Завершилась конференция торжественной передачи символического портфеля председателя Ассоциации спикеру парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову. Именно эта Северокавказская Республика будет принимать участников следующей 11 конференции СКПА. В этот же день дагестанская делегация приняла участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию Думы Ставропольского края. С приветственным словом здесь выступил председатель Народного собрания Хизриших Саидов. В своем выступлении он отметил, что между регионами сложились хорошие отношения, подписан и действует договор о дружбе и сотрудничестве. В крае сегодня проживает более 100 тысяч дагестанцев. Они стали равноправными жителями региона. Многие города и районы Республики Дагестан и Ставропольского края поддерживают повратимские отношения. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, нам очень повезло с соседями, буквально со всеми. И с Калмыкией, с Ставропольским краем, с Чеченской республикой. Соседей не выбирают. Соседей дает Всевышний. За весь этот исторический период, в котором мы проживаем вместе, и цели у нас одни, и задачи одни. Мы служим нашей стране, Великой России. Не было ни разу никаких противоречий в наших отношениях. Мы всегда друг друга понимали, поддерживали. Сегодня мы, подписав вот этот важный документ, еще более углубим наши отношения. Я хочу еще раз, в очередной раз поблагодарить за то, что здесь проживают более 100 тысяч дагестанцев. И отношение ставропольчан к ним самое близкое, самое родное, самое доброе. Спасибо вам за такое отношение. Мы постараемся тоже создать такие условия, чтобы часть ставропольчан переехала в Дагестан. Мы всегда их ждем. Это самые добрые, самые великолепные, самые красивые люди. Поэтому продолжается наша дружба, наше сотрудничество. Еще раз вам большое спасибо за теплый прием. Спасибо. Спикер парламента выразил надежду, что подписанное соглашение между двумя законодательными органами будет способствовать укреплению дружеских связей и плодотворному сотрудничеству в законотворческой деятельности. Хизри Шахсаидов поздравил коллег с юбилеем, пожелал дальнейших успехов на благо процветания родного края и пригласил посетить с визитом Дагестан. 1 апреля председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шахсаидов провел совещание по текущим вопросам деятельности парламента, членами президиума и руководителями структурных подразделений аппарата. На совещании были обсуждены итоги работы 34-й сессии. Реализация исполнений поручения спикера парламента депутатам по обсуждению и разъяснению избирателям положений послания главы Республики Дагестан Владимира Васильева Народному собранию. Вопросы повестки дня апрельской сессии. В городах и районах республики депутаты Народного собрания встречаются с избирателями, принимают участие в мероприятиях по разъяснению положений послания. Хизри Шахсаидов особо подчеркнул, что избиратели на местах должны знать, что происходит в республике, каковы направления развития на ближайшую перспективу. Подготовили памятку, объяснили, говорили об этом, по-моему, и на фракциях, что надо выезжать, надо проводить и разъяснять людям. Провести не просто там совещание какое-то с чиновниками, а актив района, чтобы для людей донести те вопросы, которые решаются. Почему это надо делать? Вот анализируя средства массовой информации, мы увидим, что не все удовлетворены, потому что до кого-то не доходит, кто-то не так понимает. А сделано очень много. И по всем направлениям, и по здравоохранению, и по образованию. Да, мы критически подходим к решению многих вопросов, но это не означает, что работа не идет. Она, по-моему, идет более эффективно, чем и в предыдущие годы. Поэтому надо быстрее эту работу проводить, чтобы до людей донести, до рядовых людей, избирателей, все, что сделано, и что будет делаться, на что будет обращено внимание, на перспективу, на текущий год. Это очень важная работа. Поэтому установите жесткий контроль. И надо выезжать, независимо ни от чего. Потом наметьте мне поездку по приезду со Ставрополя, или в Каспийск, или куда там нужно, или в Избирг, там, где там. И другие вопросы возникают. Заодно эти вопросы рассмотрим. Но нужно более оперативно эту работу проводить. Потому что люди нуждаются в такой информации правдивой, открытой. Потом и вопросы могут возникать. Тоже нормально. Это обратная связь. Это и для депутатов хорошо. Это же избиратели, люди, которые говорят. Касаясь итогов сессии и выступлений представителей фракции до депутатской разминки, спикер парламента отметил, что депутаты поднимают актуальные вопросы, волнующие избирателей. И правительство должно реагировать на депутатские запросы. Никуда не годится, когда после выступления депутатов ничего не делается. Депутатам следует брать на контроль исполнение запросов и доводить до конца решение вопроса, подчеркнул он. Хизришик Саидов также поручил Комитету по бюджету, финансовым и налогам и Комитету по экономике и предпринимательству проанализировать распределение бюджетных средств муниципальным образованием. Разобраться, учитывается ли при этом количество жителей, состояние социально-экономического развития, обеспечение социальными учреждениями. Счетной палате также следует не только констатировать факты, но и анализировать, какова будет отдача от вложенных финансовых средств. Какой экономический эффект получит республика, подчеркнул спикер парламента. На территории новой строящейся мечети пророка Исы в городе Махачкале состоялся субботник, в котором приняли участие депутаты народного собрания во главе со спикером парламента Хизри Шиксаидовым, а также работники аппарата парламента. Эта мечеть будет самой большой в России. Возводится она на территории Исламского духовно-просветительского комплекса, открытие которого планируется в скором будущем. Также на его территории будет располагаться Исламский университет, школа, детский сад, музей и библиотека. Строится мечеть на добровольные пожертвования граждан. Каждый может нести свой посильный вклад. Мы обязаны этим заниматься. Мы сами для себя это делаем. Поэтому, Аллах нам здоровья, мы будем стараться побыстрее его закончить. Это как музей, как такой объект. Ну, все время же мы говорим, вот руководство республики говорит, что нужно привлекать туристов. Ну, если религиозные туристы приедут, им тоже нужно что-то показать, что не только вот, как спичечные коробки, дома мы можем строить. Можем строить и парки, и места для отдыха. Музеи мы можем строить. Для города это большая поддержка. Люди с детьми, молодежь, может проходить здесь, гулять, проводить время. И потихоньку приобщаться к религии. Тоже важно. Для развития туризма это тоже. Люди любой веры могут прийти, пройти, посмотреть. Потому что это не только религиозный объект. Он и туристический, и для всех открыт, как вот в других странах. Когда называли, мы тоже не случайно называли именем пророка. Тоже же мы подумали. Это чтобы как бы объединяющим фактором, что и было. Со всех регионов, со всех районов, говорят, приезжают, работают. И при том, их же никто не заставляет. Вам спасибо за эту идею. Это ваша идея. За то, что вы всех объединили. Это тоже ведь людей укрепляет и дружбу, и веру, и все остальное. И мы будем принимать самое активное участие, потому что это нужно для людей прежде всего. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok